Поисковый отряд «Обелиск» активно сотрудничает с жителями деревень, в районах которых велись боевые действия. Заместитель командира отряда Олег Дормидонтов, пообщавшись со старожилами и охотниками Калужской области, привёл поисковиков на место падения легендарного самолёта «Лак-3». Эту местность отряд шаг за шагом исследует с 2018 года, и в этом году поисковая операция подходит к концу. «Сверху мы собрали части самолёта, были номерные части, по которым мы определили, что это самолёт «Лак», выпущенный он во втором квартале 1941 года. В 1941 году он и погиб». «Лак-3» – один из основных советских истребителей начального периода Великой Отечественной войны. С 1941 по 1944 годы было выпущено более 6,5 тысяч боевых машин. Благодаря деревянному корпусу истребитель обладал хорошей манёвренностью. Металлические части были установлены только в тех местах, где дерево уже никак не проходило по техническим требованиям. Именно по таким деталям поисковики отряда «Обелиск» смогли найти остатки «Лак-3». «Здесь были найдены остатки двигателя, был номер двигателя найденный здесь. Самолёт предположительно упал в данном месте. Разлёт самолёта был где-то в радиусе 200-250 метров в сторону оттуда болота. Вот здесь мы сверху собирали части данного самолёта». По найденным фрагментам поисковики сделали вывод, что самолёт горел. Об этом свидетельствуют части расплавленного алюминия. В этот раз среди значимых находок – клапан самолёта. Измерив его диаметр, можно установить двигатель, к которому он относится. Также был найден фрагмент выпускного коллектора-истребителя. «Выводы будем делать чуть позже. Дальнейшая работа в архиве нам покажет, был ли лётчик или нет. Но пока первичные признаки говорят о том, что лётчика здесь нет. То есть парашютной системы мы ни одного фрагмента не обнаружили». После того, как будут собраны все фрагменты упавшего «Лак-3», поисковая операция начнётся уже в другом месте. В радиусе полутора километров поисковики уже обнаружили части другого самолёта. Но это уже другая история. А пока впереди у обелиска кропотливая работа со справочниками и изучение архивных документов. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.